Оплатить услуги ЖКХ в нынешних реалиях – настоящее искусство. По словам рязанцев, часто очередной поход на почту или в МФЦ становится сюрпризом. Нефтихаря нас все прибавляют и прибавляют и прибавляют. Бесятый вот ни в газете, ничего не напишут. Идешь платить, ой, что это такое? А вам прибавили. Я думаю, что с управляющей компанией очень тяжело бороться. Мы когда в общий котел все это оплачиваем, то они эти деньги прокручивают. А потом нам задолженность. По словам специалистов, изменить ситуацию к лучшему помогут новые поправки в жилищный кодекс, согласно которым жители страны теперь имеют право оплачивать услуги ЖКХ напрямую ресурсоснабжающим компаниям. У нас ведь в Рязанской области первые газовщики перешли на прямые договора. И это настолько удобно, и люди понимают, что здесь у них все четко. Есть договор, есть ответственность, есть платежи. Но когда начинаешь разбирать какие-то взаимоотношения, выставляет счет один товарищ-то собственников жилья или управляющая компания, расплачивается по другим платежам или эти деньги присваиваются. Вот по данным Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, на сегодняшний день средняя задолженность 250 миллиардов рублей перед ресурсоснабжающей организацией. Жилищный кодекс и раньше давал такую возможность, но этим правом воспользовались единицы. Эксперты федерального и регионального уровней уверены, жилищно-коммунальная сфера – самая непрозрачная, и право граждан здесь нарушают на каждом шагу. К примеру, по словам Олега Попова, за отопление рязанцы значительно переплачивают. Сейчас все желающие смогут миновать посредника в лице управляющей компании и платить напрямую. Таким образом, средства точно дойдут до адресата. В изменении в жилищный кодекс четко прописаны ваши действия. Это проведение общего собрания, передача документов о том, что состоялось. Это все. И одновременно передача документов в государственную жилищную инспекцию, где будет указано, что вы теперь напрямую состоите в договорных отношениях с конкретной ресурсоснабжающей организацией. Неважно, есть ли у вас ТСЖ или его нет, общее собрание собственников принимает решение, как изменить жизнь к лучшему. При переходе на прямые договоры по решению общего собрания ресурсоснабжающим организациям дан срок до трех месяцев, чтобы приступить к предоставлению коммунальных услуг. Данные поправки в жилищный кодекс 3 апреля 2018 года подписал президент Владимир Путин. Мария Руда, Ирина Ковалева, Олег Парамзин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».